В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Ограничения начнут действовать с нуля часов 21 декабря. Гражданам запретят выезд, если он не связан с рабочими командировками, депмиссиями, учебой и экстренными поводами. Иностранцам, пребывающим в Беларусь, необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. 9 декабря состоялось открытие пограничного поста «Диражичей» на белорусско-украинской границе. Все помещения находятся в 23 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены современным оборудованием. Как отметили в Госпогранкомитете, возведение таких модульных застав требует существенно меньше сил, средств и времени, а также позволяет при необходимости в короткие сроки переместить подразделения на другой участок границы. С 10 октября под контролем заставы находится речной участок белорусско-украинской государственной границы протяженностью более 20 километров. В службе пограничники активно используют плавсредства различного типа и тепловизоры. Останки красноармейца Владимира Лайкова, уроженца Новозыпковского района, погибшего в 43-м году в Лоевском районе, передали родственникам бойца. Церемония прошла в пригранище Белоруссии и России. Останки обнаружили в этом году поисковики Гомельского областного общественного объединения «Память Отечества» у деревни Марс Лоевского района. Записка, вложенная в гильзу от патрона, помогла установить личность погибшего. Как выяснилось, рядовой Владимир Лайков 1924 года рождения был призван в 307-ю стрелковую дивизию в сентябре 43-го года. С ноября родственники перестали получать от него письма и считали его пропавшим без вести. Похоронят Владимира Лайкова в деревне Замишево Новозыпковского района. Профсоюзные юристы в Гомельской области в этом году помогли восстановить 13 незаконно уволенных работников. Об этом сообщил председатель областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов на пленуме Совета областного объединения профсоюзов. Правовые инспекторы участвовали в судебных заседаниях по 17 делам, вытекающим из трудовых отношений. 13 незаконно уволенных восстановлены. Работникам возвращено 350 тысяч незаконно удержанных средств. Также в этом году продолжался общественный контроль, соблюдение законодательства о труде. 10 декабря в Беларуси стартовал самый масштабный марафон добра. Акция «Наши дети» уже 25 лет в преддверии Нового года делает счастливее мальчишек и девчонок со всей страны. Традиционно в эти декабрьские дни посещают детские дома, интернаты, опекунские приемные семьи, больницы. Дарят подарки. Эпидситуация сказалась на проведении праздника. Встречи пройдут с минимальным количеством гостей, с обязательным масочным режимом. Продлится акция «Наши дети» до 10 января. 11 декабря зажглись огни на главной елке Гомеля. Организаторы подготовили для горожан развлечения, игры и хороводы, выступления артистов. Не обошлось действовать без новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки, а также без символа уходящего года – мыши Марфы Васильевны и символа наступающего года – быка Баяна. Кульминацией стало включение праздничной иллюминации не только на елке, но и на всей площади Ленина.